Самые крупные экспонаты авиасалона Космонавты оттачивают летные навыки, ведь они для этой профессии основные, говорят эксперты Уже прилетевшие в туношную самолеты готовят к завтрашней выставке Например, вот эти малыши Л-39 принимать участие в полетах не будут Они здесь чисто как выставочные экспонаты, поэтому сейчас наводят блеск, их также заправляют Рядом с таким гигантом, как Ил-76, они смотрятся совсем крошечными Этот самолет тоже летать не будет На борту он привез экспонаты Роскосмоса, которые они представят завтра на выставке Какие они пока держатся в строгом секрете, даже нам не показывают Но завтра и послезавтра все покажут, а в день, когда выставка будет открыта для всех Можно будет также зайти внутрь самолета, по крайней мере организаторы это обещают В рамках авиасалона будет представлено несколько экспозиций Одна из главных сделана в России о развитии отечественной авиации Экспозиция «Дорога в небо» для детей Заинтересовать их попробуют представители ведущих вузов Минобороны и не только Не профессионалы, но влюбленные в небо свои машины покажут и частники Им пока приходится пользоваться в основном импортными самолетами В России дженерал авиации переводят как «малая авиация» На самом деле это основная авиация В России, к сожалению, не упускают таких воздушных судов Именно благодаря таким мероприятиям происходит популяризация Все узнают, кто-то придет, какой-нибудь мальчишка придет, посмотрит самолет, потрогает руками И завтра все его судьба решена За проведение авиасалона «Авиарегион-2016» боролись многие регионы России Но выбрали именно Ярославль Мероприятие приурочено сразу к нескольким юбилейным датам 80-летие Ярославской области, 55-летие со дня полета в космос Юрия Гагарина И 50-летие маршрута «Золотое кольцо» В Туношне, а также и на Стрелке в день города выступят такие прославленные пилотажные группы Как, например, русские витязи и Русь Это подарок Ярославцы в Ярославском области Вы знаете, что просто так они не прилетают Между Коми и Ярославлем, аэродромом Туношно, будет заключено соглашение То есть этот аэродром Туношно, мы видим его развитие как узел транспортных перевозок Грузоперевозок, пассажироперевозок Аэродром должен жить И это далеко не все изюминки авиасалона Организаторы обещают около сотни воздушных судов Официальное открытие пройдет в пятницу Однако этот день для экспертов Но уже в субботу и воскресенье Туношно распахнет свои двери для всех желающих А до аэропорта пустят дополнительные автобусы Вход на мероприятие бесплатный Нина Колсин, Денис Сахаров, День событиях Субтитры создавал DimaTorzok